Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе прокурорский надзор. За прошедшую рабочую неделю с 21 по 25 июня сотрудники надзорного ведомства провели 56 проверок. Материалы одной проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По материалам прокурорских проверок, проведенных ранее, следственными органами возбуждено два уголовных дела. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 408 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 493 обращения граждан и юридических лиц. Городская межрайонная природоохранная прокуратура заставила государственное бюджетное учреждение Севастопольский автодор расторгнуть договор по сбору, транспортировке и утилизации мусора с предприятием, не имеющим лицензию на обращение с отходами. В отношении членов единой комиссии по осуществлению закупок возбуждено три дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю. В результате нарушители признаны виновными. Они должны заплатить штраф на общую сумму 16,5 тысяч рублей. Прокуратура Севастополя рассмотрела соблюдение законодательства при благоустройстве городских пляжей, в том числе размещение временных торговых объектов на них. В тематическом совещании в надзорном ведомстве участвовали представители прокуратуры, органов власти и госучреждений, а также ответственных операторов пляжей. Участники обсудили результаты прокурорских проверок, в ходе которых специалисты выявили несоблюдение чистоты, порядка организации торговли, а также неисполнение договоров по обустройству пляжей. О причинах допущенных нарушений и принимаемых для их устранения мерах в своих отчетах сообщили руководители Департамента городского хозяйства города Севастополя, Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя, государственных учреждений и операторов пляжей о ходе устранения недостатков и приведения пляжных территорий в соответствие с предъявленными требованиями. По итогам совещания разработан комплекс мер для своевременного пресечения аналогичных нарушений закона и обеспечения прав граждан на безопасный и комфортный отдых на пляжах. Нахимовский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным отказа жительнице города 1938 года рождения, выдачи ей удостоверение житель осажденного Севастополя. До этого пожилая женщина написала обращение в районное управление труда и социальной защиты населения с просьбой присвоить ей статус жительнице осажденного Севастополя, выдать соответствующее удостоверение и нагрудный знак. Но ей отказали из-за разночтения в персональных данных в документах. Вместе с тем в ходе прокурорской проверки установлено, что предоставленные заявительницей документы подтверждают факт ее проживания в оккупации на территории города Севастополя в годы Великой Отечественной войны и позволяют идентифицировать ее личность. С целью защиты нарушенных прав пожилой женщины прокуратурой города в суд в мае текущего года предъявлено исковое заявление о признании решения управления незаконным. Нахимовский районный суд Севастополя согласился с доводами прокурора города Марка Большедворского и удовлетворил иск. Теперь женщине выдадут удостоверение и нагрудный знак «Житель осажденного Севастополя».